Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару минут назад стартовал второй раунд зимнего аукциона, на который вывалили новых 7 машин, ну и соответственно потом будут волны, в процессе которых, как вы знаете, будет добавляться еще по 2 или по 3 тачки. Сколько конкретно будет добавляться, никто не знает, но точно знаем, что каждый день будут добавляться, так как это было и в предыдущем раунде. Как я уже сказал, 7 машин выставили на продажу, да я думаю вы в принципе сами это все видели, есть 2 десятки, Объект 260 и Т-22СР, есть 1 девяточка КПЗ-70, 3 восьмерки, а именно Т-28 Дефендер для любителей и коллекционеров, АМХ СДАМ-105, довольно прикольная ПТХа и Эмиль-1951, тяжелый танк на 8 уровне. Также выложили на продажу и довольно-таки редкую машину, которую редко продают за золото, это Хищник, тяжелый танк 7 уровня и я бы сказал больше в коллекцию и на любителя, может ради какого-то фана, но уж точно не ради супер какой-то результативности. Итак, ребят, давайте будем обсуждать ценники, я сразу заготовил цены на данные машины, которые я ловил в процессе записи своих видео в течение последнего времени, ну и соответственно от этого можем отталкиваться, насколько та цена, за которую выставили сейчас машину, приемлема для приобретения изначально, или до какой цены необходимо подождать, так чтобы покупка действительно была выгодной. Начинать, я думаю, будем с семерки и начнем мы как раз вот с товарища Хищника, которого выставили за 5000 золотом. Я лично считаю, что для коллекционеров это вполне себе нормальная цена для этой семерки, она очень редко появляется на продаже и стоит отметить, что разработчики, можно сказать, коллекционерам подарок сделали. Дело в том, что данная машина, как вы видите, очень часто продается за реальные деньги, но и очень редко ее найдешь за голду. За реальные бабки в составе набора ее продавали за 12 баксов. Ну, короче говоря, можете сами сесть на калькуляторе посчитать, сколько это приблизительно голды, ну и от этого будете понимать, действительно ли машина стоит 5000 голды, или, допустим, стоит подождать и купить ее дешевле, но повторюсь еще раз, машина исключительно для коллекционеров. Также, ребят, как видите, я заготовил здесь ссылочки на портал, в котором мы сейчас посмотрим броню данных машин, и в том числе вывалил для сравнения все эти 7 тачек, для того, чтобы посмотреть их технические характеристики, ну и, соответственно, их успешность в руках, ну, я бы сказал, преобладающего большинства тех ребят, которые катали машины за последнее время. Что касается восьмерок, Т-28 Defender, ну, я бы не сказал, что ценник ВАУ классный, 7500, и я бы сказал, что это, наверное, даже дороговато. Его продавали, в принципе, 7500 в составе вот такого вот, пускай не сильно наполненного, но все-таки наборчика, там был какой-никакой, а все-таки аватарчик, и было открытое все оборудование. Сейчас же с вас просят 7500 за голую машину. Стоит отметить, что это барабанный ПТ, но все-таки, ребят, барабан у него далеко не самый лучший, но к ТТХ вернемся чуть позже. Короче говоря, за 7500 точно покупать не стоит, ровно как и за 7, ждать, короче говоря, какой-нибудь, как я называю это, плинтусовой цены, то есть ниже которой машина продаваться не будет. Что касается АМХ 105, машина прикольная, машина интересная, что касается ценника на него, то машину продавали в голом состоянии за 8500, без ничего, просто тачка и слот в ангаре. Поэтому считаю, что 7000 это классная цена для довольно-таки неплохой, простите, ПТХ на 8 уровне, которая неплохо себя показывает, обладает хорошим орудием и какой-никакой, а все-таки броней обладает, что тоже, кстати, довольно-таки хорошо, особенно для новичков в этой игре. Что касается тех ребят, которые идут немножечко выше по уровню, мы их обсудим чуть позже. Сейчас остановимся на АМИЛе 1951. АМИЛе 1951, ребят, машина очень странная и только на любителя. Обладает барабаном, его продавали в голом состоянии за 8000 и, как вы видите, не совсем даже голое состояние было, было открыто полностью все оборудование. Ну а сейчас, ребят, вам на аукционе предлагают за 8500 в голом состоянии, без открытого оборудования. Стоит также отметить, что АМИЛе 1951, ну я бы сказал, практически полная копия проходного АМИЛе I, поэтому покупать его даже за 8000, когда цена снизится, я лично не вижу никакого смысла. Ну, может потом, чуть позже, когда машинка немножко подешевеет. Что касается Кампанзера 70-го, это единственная девятка, которую сейчас выставили на продажу, за 10000 в голом состоянии. Точно за такие же деньги его продавали просто в составе набора, когда он выходил на продажу вместе с, господи, как его, забыл совсем, Скорпионом, простите, пожалуйста. Когда со Скорпионом он выходил на продажу в составе набора, то отдельно можно было его взять за ту же самую десятку. Короче говоря, цена сейчас не фонтан, машина интересная, крайне альфовое орудие, в то же время не обладающее супер какой-то точностью. Ну и, честно говоря, вот это понижение цены на 250 голды, это вообще ни о чем. Поэтому я больше чем уверен, что Кампанзер 70 вполне спокойно простоит на продаже и дождется как минимум третьего снижения цены. И вот только после этого ребята начнут его разбирать. Что касается десяток. Т-22СР, классная, крутая тачка на своем уровне, вопросов не имею, очень классное орудие, обладает какой-никакой интересной броней, подвижностью. Короче говоря, машина вполне себе неплохо сбалансирована, продавалась в голом состоянии за 20 тысяч, ребят, голды. Ни много ни мало. А сейчас выставили на продажу за 15. И как видите, пока, ребята, игроки не сильно разбирают данную машину, но я уверен, что когда цена снизится где-то тысяч до 14, начнут потихоньку раскупать. Ну а там уже, когда пойдет на снижение, то ажиотаж, соответственно, будет пропорционально возрастать. Ну и что касается второй десятки, это объект 260. Я, честно говоря, купил его когда-то, по-моему, за вот эти вот 17,5 тысяч или даже за 20 в составе набора. Ну, не знаю, ребят. 17,5 очень дорого для данной машины. Его недавно аппали, но особого результата это не дало. И покупать данную тачку на аукционе я не вижу никакого смысла, пока цена не снизится где-то тысяч до 12, откровенно говоря. Большего он просто не стоит. Есть гораздо более годные тяжелые танки на 10 уровне. Поэтому, в принципе, из тех машин, которые действительно могут заинтересовать среднестатистического танкиста, это, ребят, АМХ-105, если вы любитель ПТ-вод, постоять где-нибудь в кустах. И это однозначно Т-22СР. Все остальные машины, ну, в край на любителя, а некоторые, как я уже говорил, исключительно для коллекционеров. Что касается брони по данным машинам, то выглядит это следующим образом. Камфпанзер не сильно забронированный, как я говорил, альфовое орудие, но это, в принципе, единственное, чем он может действительно круто похвастаться. Т-22СР для среднего танка неплохо забронирован. Есть небольшая по высоте башня и солба тоже довольно неплохо забронирована. Короче говоря, порой от башни довольно-таки неплохо летят рикошеты. Что касается АМХа. Да, кто-то скажет, что он не красного цвета, но, ребят, здесь очень классная приведенка. И я бы сказал, что он довольно часто получает непробитие, если не считать вот этой передней части. Короче говоря, есть чем потанковать. Ну и на дальнем расстоянии орудие показывает себя довольно неплохо. Т-28 Дефендер. Словноизвестная машина с очень длинной бородой. При этом всем обладающая крутой броней и солба. Да, есть вот такие вот абсолютно картонные комбашни, но при этом всем танкует он довольно неплохо. Единственное что, когда он уходит на перезарядку своего магазина, то вы можете сходить куда-нибудь кофейку попить, вернуться, а он еще не перезарядился. Эмиль имеет довольно-таки неплохую броню. Многие говорят, что это не так, но, ребят, скажу вам откровенно, я играю на Эмиля довольно-таки часто. И его башня, она довольно-таки неплохо забронирована. Здесь хорошая приведенная броня, плюс есть приведенка по щекам башни. Да, картонный корпус спереди, но в конце концов танки не должен быть забронирован прям везде со всех сторон. Что касается хищника. Ну, как я говорил, хищник это машина сугубо для любителей, для коллекционеров. Он периодически действительно неплохо танкует, но является очень большой по размерам машиной, очень высокий силуэт. Ну и, короче говоря, по бортам пробивается вообще на ура. Да, спереди тоже есть что выселить, хотя и не настолько это легко, как кажется на первый взгляд. Повторюсь еще раз, исключительно для коллекционеров. Ну и объект 260, который по броне больше похож на средний танк, а по размерам больше, чем многие тяжи на уровне. Короче говоря, лакомый кусок в бою для многих, кто играет против него. Может похвастаться неплохим орудием, но, в принципе, это единственный его плюс и позитив. Что касается технических характеристик по 7 машинам. Как видите, я выложил все 7, нет необходимости смотреть на ДПМ в сравнении друг с другом, просто смотрите на показатель, исключительно для своего уровня. Но я даже эту таблицу открыл больше для того, чтобы показать, в первую очередь, в отношении Defender, который обладает тремя снарядами в магазине, ребят, и время перезарядки снарядов внутри самого магазина больше, чем у многих цикличных орудий в нашей игре. В районе 7 секунд. И при этом всем, когда у вас заканчиваются снаряды в магазине, и когда вы отстрелили за, грубо говоря, 21 секунду, 3 своих снаряда, которые наносят, да, пускай по 400 единиц альфы, вы уходите на перезарядку всего магазина на целых 20 с копейками секунд. И это действительно очень-очень долго. Также барабанным орудием обладает и хищник. Но только здесь у нас, ребят, немножко другая история. Скорость перезарядки магазина приемлемая, и ее можно пережить. И, в принципе, ДПМ довольно-таки неплохой. Что касается еще одного барабанщика в данной компании, это Эмиль-1951. В целом, можете открыть характеристики по Эмилю проходному, и увидите там практически те же самые цифры. Короче говоря, по геймплею я бы сказал практически то же самое, что и проходная версия машины. Что касается Т-22СР, тут очень крутой ДПМ, 3400, 310 единиц альфы, что в целом очень круто, с учетом того, что вы стреляете через каждые 5,5 секунд. Это действительно очень скорострельный танк. Ну и, соответственно, любители СТ-воды явно будут рады пополнению своей коллекции СТ-шек именно с помощью покупки Т-22СР. Главное, чтобы по приемлемому для вас ценнику. Что касается, ребят, того, что интересует больше всего. На чем лучше всего играется, и какой процент побед? Процент побед в целом у всех в районе там 53-54%. Ярко выделяется Эмиль 1951, и это действительно классная машина, как я говорил. 1200 игроков за последнее время играли на Эмиле, и, как вы видите, получили практически 56% победы. Действительно очень крутой показатель. На показатель по Хищнику не советую смотреть. Да, крутых 55%, но всего лишь 72 игрока играли на данной тачке. Как я говорил, машина только для коллекционеров, ну и, соответственно, мало кто имел возможность позволить себе приобрести данный тяжелый танк за реальные 12 баксов. Согласитесь, сумма не такая уж и маленькая. В общем, по техническим характеристикам, каждая машина имеет свои нюансы, и об этом стоит помнить. Но самое главное, чтобы вы приобретали машины не торопясь. Покупайте те тачки, которые вы действительно хотите. Суммарно на аукционе было сейчас 14 машин. Еще 7 появилось. А вообще, за весь зимний аукцион должно быть 56 танков. Поверьте мне, за такое количество машин вы уж точно сможете иметь время и возможность выбрать ту машину, которую вы действительно хотите, или, по крайней мере, дождаться. Какой-то тачки, как я, допустим, жду корон, для того, чтобы удовлетворить свою потребность в реализации мечты. Кстати, в отношении реализации мечты. Хочется отметить, что на канале недавно появилось вот такое вот видео. Там я за 2 минутки рассказываю по поводу того, что если до 25 числа мы наберем 30 тысяч подписчиков, то будет самый грандиозный розыгрыш премтанков у меня на канале за время существования канала. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайк данному видео. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok